Постепенно на этой неделе температура будет снижаться и придут холода. Первый минус в этом сезоне синоптики обещают уже на этих выходных. Пришла пора доставать теплую одежду с дальних полок или пойти на шопинг. И вот что стилист советует носить, чтобы быть в тренде и при этом не замерзнуть. Прежде всего мы отталкиваемся от вашего образа жизни. И если я вам скажу, что актуально пальто, а вы в нем не ходите, то вам такая рекомендация не подойдет. Поэтому если вы любите спортивные образы, то актуальна сейчас многослойность. То есть вы можете надеть худи, жилетку, сверху даже какое-то пальто и брюки с кроссовками массивными. Это будет классное решение. Под этими слоями можно выглядеть красиво, если у вас соблюден баланс пропорций. То есть если мы наверх надеваем что-то объемное, значит у нас должен быть более лаконичный низ. Кроме того, по словам стилистов, свои образы можно добавлять трендовые цвета. Например, этой осенью в моде винный, болотный, темно-синий. Также актуально будет выглядеть черный, белый и серый цвета. А еще не стоит пренебрегать головным убором. В этом году будет актуален шелковый или шерстяной платок. Важно выглядеть не просто стильно, но и тепло. Поэтому в верхней одежде обязательно должен быть подклад. Ну а в солнечные дни осенью и даже зимой стилист рекомендует не забывать про солнечные очки. А вот какая погода ждет красноярцев на этой неделе. В понедельник самый теплый день на неделе. Температура поднималась до 20 градусов и солнечно. Ночью будет плюс 7 и пойдет дождь. Во вторник, 24 сентября осадки продолжатся. Облачно с прояснениями и плюс 11. Ночью 4 градуса выше 0. В среду, 25 сентября будет плюс 8. Дождь и пасмурно. В последние рабочие дни на неделе, четверг и пятницу, ночью по прогнозам синоптиков, 0 градусов и дождь со снегом. Днем осадки продолжатся и 6 градусов тепла. На выходных красноярцев ждут первые заморозки. Ночью в субботу минус 2, днем 28 сентября плюс 6. Облачно с прояснениями и небольшой дождь. В ночь на воскресенье также минус 2. В воскресенье 29 сентября плюс 7 и пасмурно. Но прогноз может меняться, поэтому проверяйте температуру за окном каждый раз, когда выходите из дома. Стефания Гордиенко, Илья Сергеенко, Новости ТВК.